Любое событие неизбежно, иначе его бы не случилось. К известной цитате из фильма «Трасса 60» не обязательно относиться буквально. Однако в истории тренера-педагога по настольному теннису спортшколы номер 3 Людмилы Лазаревой есть нотки судьбы. В конце прошлого года девушка стала победителем областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Подготовка спортивного резерва». На протяжении 9 месяцев она вместе с группой специалистов проводила исследование, как желтые мячи влияют на зрение детей в возрасте от 7 до 9 лет. При этом мотивацию приступить к продолжительной работе Людмила нашла по воле случая. У моего ребенка начались проблемы со зрением, я начала глубже в эту проблему вникать. И офтальмолог порекомендовала нам работать с желтыми мячами. Мы взяли две экспериментальные группы, которая одна группа спортивно-оздоровительная группа, которая работала белыми мячами, другая группа желтыми мячами, делала определенные упражнения, которые мы вместе с офтальмологом придумали и разработали. Результаты у той группы, которая тренировалась желтыми мячами, оказались лучше. Так как мы часто детям рекомендуем именно занятия настольным теннисом, детям с нарушениями зрения, возникла идея провести эксперимент, с каким мячом будет высший и лучший результат тренировок. Желтый цвет, он самый контрастный, самый яркий, и он лучше воспринимается ребенком, особенно периферическим зрением. Во-первых, она доказала то, что она профессионал с большой буквы. Предложенную ее методику для лечения зрения, используя желтый мячик в игре, как бы вот это ноу-хау. И если тренерский состав будет использовать, то мы избавимся от проблемы близорукости у детей. Методисты и администрация школы, врач-офтальмолог, тренерский состав – все они внесли свою лепту в разработку и реализацию серии упражнений с желтым мячом для гимнастики глаз. На каждой тренировке им уделялось 15 минут от общего времени занятия, чего оказалось вполне достаточно. Нужен сам факт того, что ребенок, играя в настольный теннис, получает зарядку. Такая происходит аккомодация, когда мяч впереди, вблизи или улетает вдаль. Не делая упражнений специальных, которые им обязательно нужны, 15 минут в день, они неосознанно делают зарядку, играя в теннис. Аккомодация – это аппарат зрения, который влияет у нас на четкое изображение различных объектов на разных расстояниях. Дети, которые имеют снижение зрения, очень часто имеют и нарушение аккомодации, которые, если длительно не компенсировать, ну или не полечить, не устранить, будут в дальнейшем прогрессировать и приводить к снижению зрения. Поэтому мы проводили эксперимент именно влияния желтого мяча на аккомодацию. И получается, в связи с тем, что мы детей смотрели до лечения, они имели, до тренировок, они имели снижение аккомодации, это была либо слабость аккомодации, либо тонус аккомодации. В течение тренировок мы заметили, что аккомодация нормализовалась, мышцы глаза стали работать более правильно. Эта практика полезна не только для маленьких спортсменов, но и для людей всех возрастов. Что касается воспитанников Людмилы Лазаревой, то в спортшколе номер 3 они считаются не только глазастыми, но и по-спортивному успешными. Четыре группы, которые ведет Людмила, регулярно пополняют медальную копилку в учреждении. Мы занимаем на первенстве УРФО третьи места в командах, в области мы тоже занимаем места третьи, первые, вторые. Мне с ней удобно, комфортно, она для меня уже как вторая мама, я люблю ее. Николаевна вообще отличный тренер, мы знакомы с самого детства. Она все время придумывает что-то новое, интересное, то есть каждая тренировка у нас способна. Какие-то новые задания, играем. Вот вы видите у нас на стенах такие желтые круги. Это тоже эта тема, то есть перевод взгляда от мяча, который вблизи, взгляд перевести, поморгать, перевести взгляд вдаль. То есть это тоже, этим мы расслабляем мышцы глаза, когда они напрягают, мы расслабляем и дальше начинаем работать. Цветовая замена игрового инвентаря – инновация, которая применяется и в командных видах спорта. На тренировках детских хоккейных команд можно увидеть оранжевые, синие и даже белые снаряды. Правда, нагрузка на глаза идет лишь у вратарей. Что касается шайб оранжевого цвета, они у них утяжеленные идут. И более идет работа, допустим, на передаче, на какие-то технические навыки, для того, чтобы нам тяжелее, чтобы киси развивались. Есть работа с синими шайбами, она идет облегченная. Также быстрота рук, можно с ними работать, где-то можно подкидку включать. Ее больше используют ребята, которые помоложе, ну, грубо говоря, 7-8 лет. Есть шайба у нас белого цвета. Мы с такой, как бы, не работаем, она идет работа по вратарям, чтобы была реакция развита. Когда идет бросок, ее хуже видно, чтобы вратари лучше ориентировались. С легкой неинтересно, лучше, конечно, с обычной. На игре же не будут оранжевую шайбу давать, синюю. Так нужно тренировать навыки. С какой шайбой комфортнее заниматься? Ну, мне комфортнее с черной, потому что я уже к ней привык. Синяя – это для возраста 5 или 6 лет. А вот оранжевая – это чтобы там передачу отрабатывать. Наука, медицина и спорт уже давно не мыслят жизни друг без друга. Умение правильно подобрать их сочетания в тренировочном процессе становится не только дорогой к медалям, но и к здоровью спортсменов.